Мечта и цель всей жизни. За считанные минуты превратилась в груду металлолома. В Дзержинске ночью неизвестные подожгли стоящую дома автомобиль. В машину, видимо, бросили бутылку с зажигательной смесью. Бак-то рванул, нет? Нет, чёрт. Блин, а. Что там всё взрывается-то? Задняя часть началась, потому что вот сюда вот закинули. Баночку со смесью. Стекло разбили и, как бы сказать, сюда вот закинули, и в задней части всё началось. Молодой человек приехал вот из этого подъезда в час ночи. Два молодых человека крутились, потом прыгнули через забор. Он прошёл домой, посмотрел из подъезда, потому что у него машина дорогая стоит. Это самое. Они тоже на него тут всё его пасли. Он только вошёл домой, но у него окна на ту сторону. И через 10 минут загорелась машина. После проверки и осмотром места пожара была установлена причина. Предполагаемая причина данного пожара является поджог. Это не то, что какой-то там безумный пиромант, который ходит, всё поджигает. Это целенаправленный поджог. Он только-только кредит вот выплатил. Вот понимаете, в чём делать? Такие деньги вот выплатить. Он так хотел эту машину. Он старался, как-то шёл к этой машине. Пять лет мы только два месяца назад заплатили кредит за эту машину. Он работал на трёх работах. Мне вот чисто по-человечески, вот как человека, его жалко. Он приходил с основной работы, он спал два часа, уходил ночью в такси. Приходил опять два часа, поспал, уходил на свою работу. И то человек как бы... Для нас такая машина, конечно, ну роскошь. Ну хотелось, конечно, человеку хорошую машину. Вот такое местье. Ну даже, понимаете, ну насколько у человека злость должно быть. Это же не прокололи там шины, колёса, не разбили стекло. Он даже за что-то хочет омстить, проучить там за что-то, если он что-то сделал. Ну хотя бы так вот элементарно. Ну не до такой степени. Кстати, машина эта застрахована не была. Хотя пока кредит выплачивался, страховку приходилось делать ежегодно. Субтитры сделал DimaTorzok